Знание классической русской литературы и умение показать ее в современном творчестве, а также интерес к культурно-историческому наследию родного края продемонстрировали участники литературного конкурса школьников «От Москвы до Звенигорода», который стартовал 1 сентября в подмосковных школах Одинцовского и Красногорского городских округов. У нас очень богатая и интересная история. И если об этом знать, если об этом рассказывать, если понимать, какие люди бывали на этой земле, то это действительно становится совершенно по-другому отношению к тому краю, в котором ты живешь. Конкурсанты писали эссе, стихи, сочинения и другие литературные произведения об интересных для них местах, которые объединяет в себе Звенигородский кластер. Члены жюри определили 17 победителей в трех номинациях – рэп, тревел-блог и сценарий. Мы сегодня реально понимаем, что молодежь воспринимает немножко в другом формате все то, о чем мы говорим. И поэтому, если они видят историю своего края даже в рэпе или там, допустим, в каком-то другом варианте, мы готовы рассматривать их предложение и продвигать, потому что по-другому, наверное, не получится вызвать интерес у молодежи. Старшеклассник Артем Ольняв уже три года всерьез увлекается рэпом. И когда ему предложили поучаствовать в литературном проекте, согласился, не задумываясь. Наша учительница Марина Леонидовна по русскому языку и гласная руководительница сказала мне, что вот проходит очень замечательный конкурс, очень интересный. Она знает, что я увлекаюсь музыкой и предложила мне принять участие в нем. 33 богатыря отдохнули, потусили, в лодку сели и уплыли, прикатили ко двору, кто там главный, не пойму. Старичок у моря плачет, бабка, суку, деньги прячет, зарабатывает, вы дурак, а иначе я тебе, как рыбка бедная моя, не брату, что море. Артем вместе с одноклассницей Дашей Андриановой написали текст по мотивам произведения Александра Пушкина. Ребята подобрали музыку, записали речитатив, отправили его на конкурс и оказались обладателями гран-при в номинации рэп. Это довольно-таки интересное направление, оно показалось самым интересным из всех, которые нам были даны. Наши стихи были о различных произведениях Пушкина. Мы написали и сделали как можно больше оценок произведений, не называя их и не называя их истинного автора. То есть по нашим стихам человек должен был сам догадаться, что произведение на каком авторе идет речь. Торжественная церемония награждения победителей состоялась в селе Дмитровское на площадке детского культурно-образовательного центра храма великомученика Дмитрия Солунского. Благодарственные письма получили и наставники ребят. Почетным гостем мероприятия стал министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Чиновник отметил, что такие инициативы поддерживают интерес школьников к истории. Для того, чтобы действительно школьники интересовались историей, чтобы ребята могли посмотреть архивные материалы, могли написать такие произведения. И, конечно, важно то, что рядом находятся учителя, которые ведут, которые помогают своим школьникам. Подобный литературный конкурс в Подмосковье проходит впервые, но в будущем станет доброй традицией, уверен настоятель патриаршего подворья Игумен Петр. Так как не только пришелся по душе школьникам, родителям и педагогам, но и стал полезен музейным педагогическим сообществом, подарив новые формы просветительской работы. Полина Калмачева, телекомпания «Одинцова».